Они хотят 17-й год. Выброшенный в хаотичном порядке товар и закрытый контейнер. Это третья торговая точка на рынке привоз, откуда дерзко выселяют предпринимателя. Внезапные нападения на контейнеры начались две недели назад. Теперь предприниматели круглосуточно дежурят на рабочих местах. Шесть суток я ночую здесь, потому что я не могу отойти от контейнера. Только я отошла, его вынес. Как оказалось, в этот раз товар из чужого контейнера выносили коллеги-предприниматели. На этих кадрах видно, как работники соседних торговых точек опустошают чужой павильон. Все выносили. Все подругу передавали и все выносили. Все ложили в сторону. Зачем? Как зачем? А на каком основании она заняла это? Чего она говорит, что это их контейнер? А вы какое отношение к этому имеете? Мы никакого отношения. Прокомментируйте, пожалуйста, нам сказали, что вы выкидывали товар. Какие п***ть рейди? Администрация рынка без договоров, взимая арендную плату с одних предпринимателей, успешно заключила сделки на пользование торговыми пунктами с другими, тем самым спровоцировав конфликт. У меня договор на этот контейнер, я его арендую. Первые арендаторы утверждают, дирекция привоза выдала другим торговцам документы на контейнеры после того, как они не смогли выплачивать непомерно высокую аренду. Посмотрите, значит, 1 лыбня 2010 года, сегодня 14 сентября, где этот человек был 2,5 месяца, здесь работала другая девочка. Как это так? Пришли, выкинули товар и все. Ответственности никто не несет. Ну, раз нету такой ответственности, то давайте будем сжигать все, раз не наказуемо это. Возмущенные торговцы идут на решительные меры, спиливают только что установленные замки. Завязалась драка. Предприниматель Галина, которая пыталась отвоевать свой контейнер, не выдерживает. У нее случился сердечный приступ. Не дождавшись приезда кареты скорой помощи, на своих руках люди отнесли Галину в машину, чтобы срочно доставить в больницу. А тем временем стало плохо еще одной женщине. Скорая приехала через полчаса. Люди умирают, знаете, за свои копейки, за свои копейки, которые честно отстаивают. Липовые ей выдали эти самые, липовые документы выдали ей все, липовые. За один день сделали. Люди ходили, месяцами документы брали. Администрации на рабочем месте никогда нет. Обстановка на рынке выходит из-под контроля. На место событий прибывает милиция. Мы осуществляем охрану общественного порядка, чтобы ни в отношении вас, ни в отношении никого не поднимать. На нас сейчас, в данном случае, никто не нападает. Мы хотим знать, как будет сохранен вот этот товар, который остался сегодня без хозяйки и без хозной. И вообще его выкинула, не знаю, администрация, не знаю, какие-то странные люди его выкинули вообще с поведения.